Здравствуйте! В новогодние праздники многие могут испытывать похмелье. И для борьбы с этим используют многие популярные методы, но нередко они бывают ошибочны и могут даже навредить. Утром после вечеринки многие не в состоянии даже просто встать. Это может быть связано с несколькими факторами, в том числе и со смешением в кишечнике большого объема различных продуктов. К тому же под воздействием алкоголя почки перерабатывают меньше жидкости, а она необходима для нейтрализации алкоголя. Организм мобилизует всю воду, забирая ее из кровеносного русла. А это, в свою очередь, приводит к повышению артериального давления. Ни в коем случае не стоит лечить похмелье новой порцией алкоголя. Это может усугубить проблему. Не стоит также покупать аспириносодержащие препараты, потому что желудок в это время раздражен и может появиться гастрит или даже кровотечение. Психотропные и снотворные препараты в данном случае абсолютно неуместны, и от них точно нужно воздержаться. Также бесполезно пить холодную воду. Попадая в желудок, она согревается и лишь потом попадает в кишечник, где и будет всасываться. Употребления же крепкого чая или кофе также противопоказаны при похмелье. Не стоит пытаться в это время принимать горячий душ или ходить в сауну, в баню, потому что большинство людей могут даже и не подозревать, что у них повышенное кровяное давление. Уместнее всего при похмелье использовать сорбенты. На первом месте в аптечке всегда должен быть активированный уголь и другие известные сорбенты. Они заберут на себя все токсические продукты распада алкоголя и пищи. При тяжелом похмелье лучше лечь и теплоукрыться. Пить можно воду с бикарбонатами, тушь боржоми, нарзан, новотерскую. Хорошими помощниками в этом случае являются и кисломолочные продукты, крепкий горяченький бульон-суп.